Итак, в нашей стране с недавнего времени начала действовать своя собственная национальная платежная система, которая называется «Карта Мир». Так вот, зачем, для чего она нужна? Это альтернатива. Сегодня мы поговорим с Алексеем Константиновичем Солодухиным. Это зам. начальника отдела безопасности и защиты информации регионального подразделения Банка России. Итак, Алексей Константинович, поясняйте, объясняйте, зачем такая альтернатива в виде национальной платежной системы «Карта Мир». Да, значит, ситуация с «Карты Мир» следующая. В 2013 году, я думаю, телезрители все прекрасно помнят, какие у нас происходили события на геополитической арене, какие у нас проблемы были с нашими ближайшими соседями, с Украиной, какие санкции против нас применили Соединенные Штаты Америки и под их влиянием Европа. То есть, в том числе и была заблокирована возможность у некоторых банков на территории Российской Федерации пользоваться банковскими картами. И граждане, к сожалению, не смогли воспользоваться собственными средствами, и банки здесь ничего поделать не смогли. Ситуация оказалась такой очень серьезной. И поскольку в перспективе предполагалось повторение подобных ситуаций, то Банк России принял решение о разработке своей национальной платежной системы. Был проведен конкурс на название. В очень сжатые сроки, а я вам скажу, в рекордно даже сжатые сроки, была проведена эта работа, разработана система, выпущена эта «Карта Мир». И основное отличие в том, что процессинговые центры, через которые происходит расчет, они находятся на территории Российской Федерации. И поэтому они подконтрольны Российской Федерации. И здесь уже оказать на них влияние какого-то наших в кавычках «друзья» не могут. Картами Мир за рубежом возможно пользоваться? Ну, если вдруг наш гражданин поехал в другую страну и хочет пользоваться картой Мир, точно так же, как и на территории своего государства? Да, возможно. Для этого должна быть специальная карта, так называемая «Кабейджинговая карта», которая и к картой Мир является, и к международной платежной системе относится. Тогда, возможно, пользоваться за рубежом этой карты точно так же, как и на территории. Как получить эту «Кабейджинговую карту»? Каким образом ее получить? Ну, при заявлении, при получении карты указать вот это ваше желание, и банком выдаст такую карту. То есть, эта карта будет привязана к вашему счету, ровному счету, так же, как и карта Мир? Да. И точно так же будет, возможно, и воспользоваться, как и другими любыми картами за рубежом. Мастер-карт, Виза. Ну, вот сейчас же у многих есть международные карты, как Виза, Мастер-карт и так далее, и так далее. Вот обязательно их менять на карту Мир? Ну, тут ситуация… Или можно пользоваться двумя, оставить, ну, то есть, две карты. Можно пользоваться двумя, да. Ну, тут ситуация такая. Значит, поскольку государство заботилось тем, что существует опасность блокировки его же средств, которые он выплачивает граждан, ну, то есть, средств граждан, которые выплатит государство. То есть, пенсии, пособия, стипендии и тому подобные выплаты. То, чтобы снизить риски, значит, вот эта категория граждан обязана будет перейти на использование карт Мир. Ну, это понятно, почему делается. То есть, это в интересах граждан же и делается, чтобы они не смогли, то есть, смогли вас всегда воспользоваться своими средствами, и не оказались в такой ситуации, как в 2014 году у нас некоторые оказались, да. Вот, но при этом они могут иметь и другие карты платежные, так сказать, если выезжают за границу, пользоваться ими, переводить средства между картой Мир, здесь запрета, конечно, нет. Другое дело, что государство будет перечислять все средства именно на карту Мир. Ну, вот, значит, ну, и пользоваться другими картами, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом, а карты Мир, ну, пока только на территории Российской Федерации и ближнего зарубежья. Ну, вот у действующих пенсионеров есть для перехода на карту Мир еще два года, да? Да. Я просто поясню, что новые карты им будут выдаваться по мере истечения сроков действия старых карт. Совершенно верно? Да, совершенно верно. Чтобы, так сказать, людьми создавать лишних проблем, мы это учли, поэтому, если у нас сейчас есть действующие карты международных платежных систем виза, там, мастер-карты, подобные, значит, они до окончания срока действия используются, а после этого пенсионеру будет выдаваться уже карта Мир. То есть, не надо создавать ажиотажи, бежать, там, срочно менять, то есть, можно спокойно пользоваться, и потом, когда уже истекает срок годности, можно поменять? Да, здесь я еще хотел уточнить, если пенсионер вообще не пользуется картой, да, скажем, ему перечисляется пенсия на счет, каким-то другим способом, то в этом случае ему тоже нет необходимости получать карту Мир, она ему просто не нужна. Вот здесь никакого требования нет. Спасибо большое, что пояснили о карте Мир, что это такое и когда мы будем с ней работать в полной мере. Чуть более подробно о взаимодействии населения с банковскими картами и как правильно себя обезопасить от мошенников, мы поговорим с вами в программе «Актуальная тема». Ну а сейчас продолжим выпуск новостей.